Настал момент подвести информационные итоги пятницы. В студии Дмитрий Мансуров. Здравствуйте. На земле, на воде и в воздухе. Учения «Кавказ-2020» вошли в активную фазу. Сегодня самая зрелищная часть. На полигоне Капустин-Яр, президент Владимир Путин и высшее руководство Минобороны. Подразделения российской армии совместно с воинским контингентом Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отрабатывают действия по отражению атаки, нанесению огневого повреждения силам условного противника и переходу в наступление. Вооруженные силы России впервые применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020». В Минобороны уточнили, что систему уничтожили колонны бронетехники условного противника. Вертолет, судя по всему, привез очередных участников учений «Кавказ-2020». Именно с этой точки можно наблюдать, насколько масштабны эти учения. Здесь, отсюда, километров 10 виднеют с установки С-300. А вот там – это командный пункт. Собственно говоря, оттуда можно будет наблюдать за основной частью учений и давать им какую-то оценку. Учения «Кавказ-2020» проводятся на нескольких полигонах страны, а здесь в разрезе на макете выполнен только один полигон Капустин-Яр. И вот только подумайте, расстояние от северной точки Самара до Ахтуба – 120 километров. И везде идут эти учения. Это зона для журналистов. Сюда на учение «Кавказ-2020» прибыло порядка 100 редакций, телевидение, радио, информационное агентство. Есть и иностранные. Зона журналистов отделена вот такой вот маскировочной сетью от так называемой «зеленой зоны». Именно туда, за эту территорию, прибудет верховный главнокомандующий. Если вкратце, учения «Кавказ-2020» – это такие ежегодные тактические мероприятия, чем-то напоминающие военные игры, но преследующие гораздо более серьезные цели. В данном случае действия стран-коалиции по отражению, в случае чего, атак противника на юго-западные рубежи страны. Помимо наших, в нем участвуют силы и соединения таких стран, как КНР, Мьянба, Армения и другие. Порядка 80 тысяч человек. Это наша совместная работа с российскими военными. Отрабатываем взаимодействие. Самое важное – это доверие и дружба. Настоящий театр военных действий. БУК С-300, С-400 «Панцирь». Вот далеко не полный перечень техники, задействованные на учениях. Помимо сил и средств Министерства обороны, войска Росгвардии, которые в это время где-то там борются с условным наземным противником, за всем этим смотрят помимо высокопоставленных лиц, еще и наблюдатели, военные атташе, которые дадут свою оценку по итогам учений. Артем Лепехин, Алексей Егупов, Центр новостей. В Астрахани начал работу двухдневный деловой форум. К участию приглашены бизнесмены, представители власти и руководители учебных заведений. Есть ли жизнь после пандемии? Как выходить из кризиса? Этот вопрос задают не только в России, но и в Европе. Так или иначе, эксперты ведут разговор о долгосрочном планировании. Тема форума звучит как «Астраханский бизнес 2030. Вызовы и решения». Свободных мест нет за происходящим в режиме «он» и «офф». Лайн следят и астраханские бизнесмены, и эксперты по ту сторону экрана. 2020-й бросил вызов всему миру, но время, проведенное в изоляции, показало – пора что-то менять в способе мышления, открывать новые направления. Кто-то смог уйти на удаленку, но не всегда желание работать находило понимание. Во время пандемии психологические услуги имеют очень большое значение. Но, к сожалению, мы, как и представители другого социального бизнеса, доп. образования, были вынуждены не работать. И некоторое время назад также бизнес-сообществом нашим мы общались с депутатским корпусом, с представителями для того, чтобы в случае, если вдруг возникнет такая ситуация, что будет повторная волна коронавируса, чтобы наш вид деятельности был допущен к работе. Да, мир теперь не будет прежним. Это выражение за последние полгода всем набило оскомину. Хотя во всех учебниках экономики написано – кризис открывает новые возможности. Эксперт Валерий Сушков призывает посмотреть в сторону инновации. С представителями астраханского бизнеса он выходит на связь из Нидерландов. В Европе сейчас тоже ищут пути выхода из кризиса и лекарства для оздоровления экономики. Какой он новый бизнес и каким должен стать через 10 лет? Этот вопрос задали участникам во время анкетирования. Я не увидел, на мой взгляд, главного. Ни один человек не написал, что бизнес должен быть прибыльным. Никто на этом не акцентировал внимания. То есть он был инновационным, цифровым, зелёным. Да, это всё хорошо, это всё правильно, возможно. Но в первую очередь бизнес должен быть прибыльным. Этого, к сожалению, никто не указал. Частный бизнес – лишь часть огромной экономической машины. А как действовать, если речь идёт об экономике региона? На сегодняшний день Астраханская область на 70% зависит от нефтедобывающего сектора. И это гарантия прибыли. В новых условиях необходимо заглянуть чуть дальше и посмотреть в сторону переработки. Когда осуществляется переработка, то основная добавленная стоимость, она остаётся в регионе. И увеличивается количество рабочих мест. Потому что сама по себе добыча, там нет большого количества рабочих мест. А всё, что связано с переработкой, это очень выгодно для региона. И поэтому, безусловно, надо эту отрасль поддерживать и развивать. И у нас несколько таких проектов сейчас есть. И уже некоторые на довольно высокой стадии реализации. Перспективы открываются и в сфере сельского хозяйства, опять же, в части переработки. В ближайшие 10 лет в полную силу может заработать и портовая экономическая зона. За это время планируется обустроить всю инфраструктуру. И даже сам процесс строительства – это уже гарантия занятости населения. Астраханские предприятия могут получить компенсацию за расходы на профилактику коронавируса. Подать заявление необходимо до 1 октября. Работодатель может возместить расходы компании за счёт страховых взносов. Фонд социального страхования готов выделить организациям около 40 миллионов рублей на предупреждение распространения коронавируса. Для этого Минтруд расширил перечень, когда положена компенсация. Теперь затраты на маски, респираторы, бахилы, перчатки и дезинфицирующие средства компенсируют. Чтобы вернуть средства, необходимо подать заявление в фонд социального страхования. Сделать это необходимо не позднее 30 сентября. Заявку можно подать через портал госуслуги, в МФЦ или по почте. Фонд социального страхования является участником в том числе данных мероприятий, поскольку он финансирует расходы на мероприятия по охране труда. Соответственно, тема производственного травматизма, она в последнее время наиболее актуальна, в том числе в связи с ситуацией с пандемией связанной, поскольку сейчас расширен перечень мероприятий, на которые можно направить средства на охрану труда. Также участники совещания по вопросам охраны труда обсудили и профилактику производственного травматизма. По данным регионального отделения ФСС, 69% несчастных случаев приходятся на медицинскую и образовательные сферы. В текущем году страховку получили 234 человека на общую сумму около 32 миллионов рублей. В Астрахани права сотрудников защищает профсоюзная организация. Мы же с нашим региональным фондом социального страхования, в принципе, не прекращали взаимодействие. Мы проводим с ними совместное обучение для председателей территориальных, первичных организаций. Информируем свои профсоюзные организации. Мы не можем информировать каждого работника, но мы информируем через посредства профсоюзных организаций. Белорусские партнеры готовы поставлять в регион лифты, автобусы и строительную технику. Вопросы развития сотрудничества между Астраханской областью и Республикой обсудили губернатор Игорь Бабушкин и министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Авраменко. Совещание прошло в онлайн-режиме. В Астраханской области из Беларуси налажены поставки бытовой техники, мебели, текстиля и продовольствия. Регулярно в регионе проводятся ярмарки белорусских товаров. Из Астрахани в Республику поставляется рыбная продукция и сельхозтовары. В начале лета фермеры отправили около 1200 тонн раннего картофеля. Налажены поставки резиновой обуви и изделия для рыбаков и охотников. Также экспортируется рис. Сейчас торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Астрахани снизилось из-за пандемии. Но в ближайшее время партнеры планируют нарастить объемы поставок и запустить новые проекты. Так, астраханская страна готова поставлять в Беларусь бахчевые культуры и гофроттару. А Беларусь готова участвовать в программе модернизации лифтового оборудования в Астраханской области. Продукция белорусских производителей очень востребована в нашем регионе. Астраханцы ее знают и любят. Это тот редкий случай, когда показателем качества является не товарная марка или бренд, а наименование страны и производителя – это Республика Беларусь. Также хотел бы отметить взаимодействие наших экономических зон «Лотос» и «Витебск». Они уже подписали соглашение о сотрудничестве и совместно продвигают продукцию своих резидентов на российские и белорусские рынки. В России вновь хотят ввести продуктовые карточки. Правда, не те, что были в 90-е. Предполагается, что это будут банковские карты, на которые ежемесячно будут поступать средства. Насколько актуальна такая поддержка для малообеспеченных в современных реалиях, обсудим с членом Общественной палаты России Владимиром Винницким. Он на прямой связи со студией. Владимир Ильич, добрый вечер. Добрый вечер. В России хотят ввести продуктовые банковские карточки для малообеспеченных. Этот вопрос обсуждается не первый год, но именно сейчас вопрос стал особенно остро. Означает ли это, что количество малообеспеченных в пандемии увеличилось? Естественно, этот особый режим, который использует на себе Россия, и не только Россия, он отразился в первую очередь на занятости, стало быть, на материальном обеспечении многих тысяч семей и просто отдельных граждан, которые находятся в правительственном положении, особенно в тот период времени, когда было ограничено передвижение, да и непосредственно ряд предприятий было внуждено во многом сопротивляться в свою деятельность. Идея введения подобного рода сертификатов или карточек, каких-то конкретных проработок со стороны правительства еще не было. Она принадлежит депутата Думы, ЛДПР и Справедливой России, а также была активно поддержана рядом крупных отечественных сельхозпроизводителей. Владимир Ильич, а вот как вы думаете, ввод продуктовых карт решит частично проблему или же нет? Нет, безусловно, решение проблемы в целом по обеспечению малообеспеченных граждан и семей, она давно стоит на повестке. Более того, президент и правительство приняли уже ряд существенных мер по дополнительному выплату различных пособий, в том числе и по рождению дополнительных детей. Но всего это, как практика сказала, не вполне достаточно. И именно режим пандемии, когда особенно та часть нашего населения, которая была особенно ограничена в связи с возрастом или какими-то иными особенностями, включая состояние здоровья, она показала, что получение продуктовых каких-то наборов, она очень облегчило существование наименее защищенной части наших людей. Здесь, конечно, эти функции выполняли в основном добровольцы, волонтеры, и спасибо им за это. Но в любом случае самый основной вопрос, вопрос финансирования, он остался за скобками. Что предполагают наши законодатели в качестве финансирования? То есть на сумму, кто предлагает 25% отморок, кто 10 тысяч рублей, будет предоставлена возможность благодаря этому сертификату набора продуктов. Там набор будет определять правительство. И в случае, если этот набор и вся процедура будет согласован, граждане могут получить на эту сумму продукты в любом магазине. Но эти продукты должны быть обязательно отечественного производства. А в свою очередь ресейлеры, продавцы, они получат материальную компенсацию из средств капитального бюджета. То есть предполагается, что на деньги, которые будут поступать на карту, можно будет купить на одежду и потратиться на досуг. А вот как вы думаете, нужно ли ограничить эти опции и средства напрямую направлять только на продукты питания? Пока речь идет об инициативе, и инициаторы предлагают ограничить много продуктов и питания. Но я хочу подчеркнуть, что это не более как инициатива, потому что сама по себе эффективность материальной поддержки, она не очевидна. Потому что, во-первых, это потребует большую процедуру. Нужно будет выработать перечень тех граждан, которые нуждаются. Нужно будет отразить перечень, соответственно, цены на них. Я думаю, что здесь немалую роль может стоять и коррупционная составляющая, которая наверняка может затруднить быстроту выработки всех возможных быстродур. Ну и самое главное, в любом случае, все будет зависеть от тех денежных ресурсов, а точнее от бюджета. Бюджет, как известно, у нас уже с верстом. Это тоже дополнительные изменения в бюджет. Он, в той очереди, будет оправдан только при наличии хорошо продуманных, обкатанных процессов. Владимир Ильич, прошу прощения, что прерываю вас. Раз уж мы говорим как об инициативе, покупательная способность россиян значительно уменьшилась в последние месяцы из-за коронавируса. Смогут ли нововведения поддержать отечественных производителей? Ведь спрос, предположительно, должен возрасти. Безусловно, это благое намерение. Но опять же, стоит вопрос, а кто эти производители, а кто будет определять эти цены. Ну и еще много-много дополнительных вопросов, без решения которого мы не можем гарантировать, что это будет оправдывать эти средства. Распределение денег в средстве непосредственно нуждающимся в форме различных дополнительных способностей, это куда больше. Только о том, что касается распределения и дополнительных пунктовых наборов, это правило осуществляется в благотворительной фонде. И предоставленные догадки, и это предполагает, что во многом это будет ищет наследствующих товарищей. Спасибо большое вам, Владимир Ильич. С нами на связи был Владимир Ильич Винницкий, член общественной палаты. Астраханские пенсионеры могут получить единовременную выплату от государства. Осуществлять выплату в размере 75 тысяч рублей пенсионный фонд начнет уже в октябре. Не нужно подавать заявление, выплаты будут производить на основании уже имеющихся документов в базе данных. Единовременная выплата предусмотрена участникам, инвалидам и ветеранам ВОВ. Также выплата назначена участникам боевых операций по ликвидации националистического подполья в период с 1944 по 1951 год. Под этот критерий в регионе попадает только один. В целях того, чтобы все категории, ну не все, вернее всего, а граждане, которые участвовали и, может быть, они не заявили о себе, мы провели работу с военкоматом с целью выявления этой категории лиц, но больше никто не был обозначен. Поэтому, если граждане, которые принимали участие именно в этих событиях, они могут обратиться с соответствующим удостоверением в управление пенсионного фонда по месту жительства и заявить о праве на эту выплату. Сегодня в квартиры астраханцев вновь вернется горячая вода. В этом году подготовка сетей к отопительному сезону прошла немного быстрее. Это позволило подать ресурс на три дня раньше запланированного графика. На прошлой неделе в областном центре началось плановое отключение горячей воды. Предположительно, на две недели. В это время на тепловых сетях приступили к подготовке систем к новому отопительному сезону. Горячую воду отключили потребителям в Кировском, Ленинском и Советском районах города. Отключение было запланировано по 28 сентября включительно. Однако большую часть подготовительных работ энергетики завершили досрочно. И подача горячей воды жителям трех районов области будет возобновлена уже 25 сентября. Но не во всех домах. На 18 улицах ремонтные работы еще продолжаются. Подачу ресурса возобновят по мере готовности тепловых сетей. Фестиваль уличного кино в Астрахани. Сегодня и завтра у памятника Петру Первому покажут короткометражные фильмы. Фестиваль у 7 лет появился на Дальнем Востоке. И за это время он побывал в более чем тысячи городах России и зарубежья. А также получил статус самого протяженного фестиваля. Это подтверждает и книга рекордов Гиннеса. Растет не только список городов, но и количество участников и качество работ, уверяет основатель проекта Александр Щеряков. У нас в этом году, как и прежде, 10 лучших краткометражных фильмов, снятых за последний год в России. Это очень разные работы. Зрители ожидают 10 ярких, очень таких очень емких новелл, снятых молодыми российскими режиссерами на совершенно разные темы и совершенно разными инструментами. Так у нас есть, например, фильм, снятый в экспериментальном формате «Скримлайф», который продюсирует Тимур Пипамбетов. Организаторы планируют охватить еще больше стран. В прошлом году их было 67. Ежегодно на фестиваль поступает около тысячи заявок. Основатель проекта Александр Шеряков вместе с попечительским советом определяют, какие фильмы попадают на конкурсную программу. Тематика работ разная, и проблемы экологии, и социальные. В конкурсной программе этого года более 10 фильмов. Сегодня вечером на экране «Семейное и молодежное кино». Завтра, в субботу, основная часть конкурсной программы определяют победителя фестиваля зрители. Голосование идет прямо во время показа. Победитель фестиваля уличного кино получит полтора миллиона рублей. Обучение в период пандемии. Более 400 астраханцев в этом году уехали получать образование в Европу и Азию. Насколько ситуация с эпид-обстановкой в мире и в стране осложнила процесс подготовки к выезду, почему некоторые студенты вынуждены обучаться в университете дистанционно и как справляются с дополнительной нагрузкой преподаватели вузов, в вопросе разбиралась моя коллега Анастасия Лонькина. Увидеть Париж и захотеть там учиться. Такое желание год назад появилось у Даны Елисеевой. В этом году она закончила Астраханский государственный университет и параллельно готовилась к поступлению в магистратуру во Франции. Выезду за границу могла помешать пандемия, но Астраханская область находится в зеленой зоне. Визу прислали спустя чуть больше недели с момента подачи документов. Я надеялась очень сильно, что мне все-таки дадут визу. И визу мне прислали 28 числа, 28 августа. 28 августа я... 27 августа я забронировала билеты, 28 августа я их выкупила, и 29 августа я уже улетела во Францию. Пока я занимаюсь подготовкой всех документов обустройствах во Франции, потому что тут очень много нюансов в плане документации. И французы это делают очень долго. То есть можно месяц записываться в банк, например, или месяц ждать от них ответа на e-mail. Мечта сбылась. Обучение в Сарбоне началось 17 сентября. Вместе с тем начались и прогулки по Парижу, и поиски темы магистрской работы. Сейчас за рубежом обучается более 400 студентов по разным направлениям. Бакалавры и магистры факультетов педагогики, соцработы, экономики, биологии. В Астрахани обучение в университетах сейчас проходит в двух форматах – очном и дистанционном. Можно сказать о том, что сейчас в отношении всех студентов, которые находятся на территории России, учебный процесс осуществляется в традиционном формате, в очном режиме, при соблюдении всех мер безопасности. В отношении студентов, которые сейчас находятся за пределами Российской Федерации, обучение осуществляется с использованием электронных форм обучения, дистанционных образовательных технологий. Но как только будут восстановлены транспортные международные сообщения, безусловно, студенты смогут приступить к учебному процессу. А вот вернуться, например, из Казахстана в Астрахани оказалось сложнее, чем вылететь в Европу. Дмитрий Мельник три месяца назад уехал в Актау на каникулы. Возобновить обучение в привычном режиме не позволяет и бить обстановку в Казахстане. Я бы лично очень сильно сам хотел вернуться на обучение в просто хорошо. Допустим, сентябрь мы проведем еще в дистанционном формате. Это вот я могу, так сказать, вытерпеть, выдержать. Но вот если дистанционная работа и обучение продлится до конца этого года, будет очень тяжело со стороны как нашей студенческой жизни. На третьем курсе обучения у Дмитрия появилось больше профильных курсов. Он изучает автоматизацию технологических процессов и производств. Доступ ко всем спецпрограммам для выполнения лабораторных и практических работ есть. Виртуальные лаборатории моделируют цифровые и аналоговые электронные системы. Я стану будущим инженером. И мне очень важно понимать, куда какой провод, так сказать, присоединяется. И в случае чего, куда мне надо смотреть, на какие термометры, на какие показатели. И все это я должен в любом случае видеть вживую. И поэтому очень важно вернуться в очное обучение просто из-за того, что выйдут специалисты не того уровня, который могли бы быть при очном образовании. Совмещают дистанционные пары с очными занятиями и преподаватели вузов. Для студентов с хроническими заболеваниями есть у нас такие студенты, их немного, конечно, проходит занятие дистанционно. Кроме того, на сегодняшний день у нас не все иностранцы приехали в связи с тем, что закрыта граница. Так у преподавателя появляется дополнительная нагрузка. Объем работы увеличивается в полтора раза. В дополнение идут и индивидуальная работа со студентами за пределами Астрахани. Восстановление привычного процесса обучения ждут студенты и преподаватели, чтобы вернуться в нормальный режим работы. Анастасия Анферова, Анастасия Лунькина, Руслан Асанов и Руслан Срывченко. Центр новостей. И пока это все новости к этому часу. Оперативно они обновляются на нашем сайте astrachan-24.ru Я же с вами прощаюсь. Желаю хорошего настроения вечером пятницы. Увидимся на Астрахань-24. Анастасия Лунькина.